Здравствуйте. Я вот тут хочу порассуждать сам с собой, я сам не разобрался еще, об одном экономическом парадоксе. Вот повышенная производительность труда позволила человеку прокормить не только себя, но и еще кого-нибудь. Это так вот нас учат экономисты. Именно с этого началось человеческое общество. Общество, в котором не просто труд разделили, одни сеют, другие пашут, третьи выращивают коров. А одни работают, а другие немножко потребляют. Понимаете, вот с этого. Вот так вот началось эксплуататорское общество, кстати говоря. Сейчас уже эксплуатация, как говорят, смягчилась везде. Но вот появилась некая, усугубилась, я бы даже сказал, ситуация. Дело в том, что теперешний производитель материальных благ, самым необходимым материальным благом, нас может обеспечить очень даже хорошо. С большим запасом, как говорится. То есть производительность труда позволяет одному человеку обуть, одеть, прокормить, снабдить, так сказать, самым необходимым, типа, жильем, ну, более чем одного человека, значительно больше. А что остальным делать? Дву эксплуататора записываться, простите, что это за эксплуататор такой, что один работает, а семеро, значит, потребляет его продукцию. Не получается из него эксплуататора. Ему надо тоже что-то делать. А что делать? Ведь все необходимое уже сделано. Лев Толстой говорил, он, ну, примерно близко к тексту, я уже давно читал, он говорит так, что вот промышленность, современное хозяйство, оно постоянно создает какие-то новые потребности. Придумывает, чтобы их удовлетворить. Жили люди без этой потребности, потом и придумали, стали ее удовлетворять, понимаете? И вот очень многие потребности вот так вот создаются и удовлетворяются, да? И некоторые из них получаются не совсем хорошими, да? Ну, вот Курева, например, хорошая потребность, да вредная для здоровья. Но представьте себе, что, например, сейчас вот вдруг все бросят курить, почему-то, да? Ну, запретят. Кстати говоря, были же такие попытки запретить законодательное употребление спиртных напитков, да? Сухой закон называется. Все это производство переходит в теневую область, да? В реальном бизнесе тогда не окажется ни науки, которая занимается изучением табака как растения, да? Вот этой части агрономической науки не будет. Не будет сельского хозяйства, где выращивается табак, не будет заводов, которые перерабатывают, не будет связанной с производством табака рекламы, соответственно, не будут какие-то фильмы сниматься, да? Которые спонсируются производителями табака, не будут какие-то спортивные состязания проводиться, кстати говоря. Вот. Ну, это я про табак только. Табак-то это безвредная вещь почти что. А есть еще более плохие вещи. А люди ими занимаются. Представьте, закроем казино, что будет? А куда люди пойдут, которые там работают? Они же без работы останутся. Им надо будет тоже придумывать что-нибудь эдакое, какую-нибудь потребность людям, всучить лишнюю. Потому что еда уже есть, одежда уже есть, обувь есть, дом есть. Что тебе вам можно предложить? Ну, я вот предлагаю вам сказки, рассказываю всякие, да? О том, какую же еще вам потребность вашу удовлетворить, да? Вот и все. Ну вот, ну вот, я место это занял. А куда деваться работнику казино? Это большая проблема, на самом деле. Его надо трудоустраивать, да? Вот в современной экономике есть такая проблема создания новых рабочих мест, да? Вот так всегда говорят. Уровень безработицы, он не должен быть слишком высоким, значит, должно хватать рабочих мест с избытком, в общем-то говоря. На самом деле. И с избытком, в смысле, что производятся ненужные, несбыточные товары, избыточные услуги, да? Вот на Западе говорят, они их называют общество потребления. Люди потребляют, 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 создают такой стереотип. Покупай, покупай, покупай. Это на самом деле глупость. Он, человек, тратит свою жизнь на то, что производит и потребляет, ну, вещи, без которых можно обойтись. Вот такой вот парадокс. Я не знаю, как его решить. Спасибо вам за внимание. Всего доброго. До свидания. Всех благ.